МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Быстро каши или цыпленок с курагой? Кормить их надо мясом, а все остальное вторично. Как составить здоровый рацион для питомца и самому не остаться на бабах? Сегодня в Омске официально стартовал отопительный сезон. Постановление подписала мэр Оксана Фадина. К теплу подключат оставшиеся социальные объекты. Это поликлиники, дома, интернаты. Всего около 600 объектов. Напомню, детские сады, школы и больницы обогревают уже больше недели. А с этого дня теплить начнет и в квартирах. Подключение пройдет одновременно во всех округах. В первую очередь батареи станут горячими там, где исправны коммуникации. О проблемах и перебоях с теплой и энергией омичи должны сообщать в городскую единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 787878. Обратиться можно в тепловую компанию, либо позвонить на горячую линию. Все нужные телефоны вы сейчас видите на своих экранах. Арена Омск окончательно обрушена. Рабочие снесли последние конструкции, превратив бывший 10-тысячный стадион в груду строительного мусора. Теперь предстоит убрать руины. Это сделают в ближайшие несколько недель. Параллельно идет подготовка к возведению нового дворца. Территорию обносят высоким забором и нахватят практически всю площадь перед бывшей ареной. Здание построят на том же месте, где располагалась арена, приступят рабочие весной. Это будет ледовый комплекс на 12 тысяч зрителей, построенный по образу знаменитой английской арены клуба Тоттенхэм. Мультимедийный фасад выполнят в цветах авангарда. Внутри предполагается два яруса трибун. На каждом разместят фудкорты, точки активности для болельщиков и магазины с атрибутикой. Что касается самой арены, из хоккейной площадки в кратчайшие сроки ее смогут превратить в концертную площадку или поле для баскетбольного матча. Еще одна особенность – досматривать фанатов станут не во дворце, а в отдельных павильонах. К слову, тоже, как в Европе. Это значительно упрощает и ускоряет процедуру, не создает очередей. Александру Буркову представили нового руководителя Омского управления Западно-Сибирской железной дороги. Возглавил подразделение бывший начальник Беловского центра организации работы железнодорожных станций Евгений Ашмяга. Из Омской области он уехал в 2011-м и вот сейчас вернулся, получив хорошую практику в Кузбассе. На встрече стороны обсудили вопрос обновления подвижного состава пригородных поездов. Как считает Бурков, уже сейчас нужно закупать новые электрички. Поговорили также о перспективах скоростного электропоезда «Ласточка» и перевозке грузов, прежде всего зерна. Профессии инженера, телеоператора и журналиста освоятся школьной скамьи. В Омском районе заработали точки роста. Это центры дополнительного образования. Их оборудовали в школах-поселках Ключи, Ростовка и Лузина. Учебные классы оснастили суперсовременной аппаратурой интерактивными компьютерными комплексами, планшетами, электроинструментами, конструкторами, 3D-принтерами, а также шлемами в виртуальной реальности и квадрокоптерами. Есть здесь и тренажеры-манекены для отработки навыков оказания первой помощи. Новая техника комплектует школьную редакцию. Начинающие журналисты планируют выпускать газеты и телевизионные программы. Смогут ребята освоить 3D-моделирование, компьютерное черчение и робототехнику. Ребята научатся создавать непосредственно свои небольшие модели, то есть создавать своих роботов. А с помощью программирования мы будем их обучать движению. То есть они у нас научатся ходить, двигать, прыгать. То есть, в принципе, из-за этого конструктора можно сделать все, что угодно. Программа обучения разработана и для старшеклассников, и для учеников начальной школы. Точки роста, уверены, организаторы позволят сократить разрыв образования между сельскими и городскими учебными учреждениями, а также уйти от стереотипов. Уроки здесь проходят не в обычных классах с партами, а в так называемых каворкинг-зонах, где расставлены пуфы и модульные диваны. Сами же занятия — это тренинги и деловые игры. Уже невозможно представить себе любую науку без цифровых знаний. И, конечно, ребята здесь это все получат. Они смогут больше развиваться, они смогут сегодня получать совершенно новое образование, которое позволит сделать им еще один дополнительный толчок в выборе дальнейшей профессии в своей судьбе. Национальный проект у нас двигается до 2024 года. Мы за это время оснастим все наши образовательные учреждения подобными центрами. Добавлю, что технологии в точках роста вскоре будут доступны всем в районе. Любой родитель сможет также посещать занятия. Для этого надо заявить о своем желании. И тогда для взрослых организуют отдельные уроки. Омские спасатели напомнили садоводам о соблюдении правил пожарной безопасности. В регионе начался особо опасный сезон, когда количество возгораний на дачных участках резко увеличивается. Это связано с тем, что в процессе подготовки к зиме огородники массово жгут сухую траву и мусор. Именно неосторожное обращение с огнем часто становится причиной происшествий. Чтобы избежать этого траву и листву, следует укладывать в компостные ямы. Кроме того, не стоит разводить костры при шквалистом ветре, который сейчас бушует в Омске. Особое внимание нужно уделить подготовке печей, прочистить от сажи. Необходимо проверить электропроводку, чтобы исключить короткое замыкание. От легкой эйфории до жесткого приговора иллюзии. Мумская драма откроет 146-й театральный сезон двумя премьерами. Спектаклями «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова и «В причал воздух детства». В его основу легли два киносценария Геннадия Шпаликова. Как отметила режиссер второй постановки, это история о пожизненном пути человека. Зритель увидит, как меняется героиня после того, как выходит замуж и уплывает на барже в серьезную взрослую жизнь. Чем удивят премьеры, коллектив театра расскажет сегодня на пресс-конференции. Также в театре пройдет предпоказ спектакля «Дядя Ваня». Ну а мечи смогут оценить новые постановки на выходных. Всего же в этом сезоне Омская драма планирует показать зрителям семь премьер. Пять на основной сцене и две на камерной. На субботник, как на праздник, в Омске стартует большая генеральная уборка. И на этот раз она пройдет в развлекательном формате с программой и горячим чаем. Подробности месяца чистоты станут известны сегодня. Сегодня организаторы проведут пресс-конференцию. Спикеры назовут территории, которые приведут в порядок. Расскажут о предстоящих экологических акциях и о том, как получить приз за самую продуктивную уборку. Школьники пройдут психологическое тестирование. Оно предусмотрено национальным проектом. Главная цель определить, находится ли ребенок в группе риска, склонен к какой-либо зависимости, например, от общественного мнения, от оценки сверстников. Родителям не скажут конкретный ответ ребенка. Но если будут выявлены психологические травмы, профилактическую работу специалисты проведут не только с учеником, но и с его родными. Само тестирование школьников сможет пройти как в классе, так и дистанционно, со своего гаджета или компьютера. Опрос займет не больше 20 минут. После по каждому ребенку эксперты составят рекомендации. Эти советы помогут найти общий язык с одноклассниками и добиться больших успехов в учебе. Очень важно, что методика в конце ее прохождения каждый ребенок получает рекомендации в очень доступной и приемлемой для себя форме. Рекомендации сформулированы очень доступно. Например, больше общаетесь там с ребятами, вы можете использовать разные виды деятельности, посещаете какие-то секции и так далее. Тестирование разработано для учеников возрасте от 13 до 18 лет. Проводить его планируют ежегодно, чтобы психологи могли проследить динамику развития ребенка. Говядина на гриле, цыпленок, запеченный с курагой или ягненок с овощами. И все это в меню четвероногих. Деликатесов братьям меньшим предлагается все больше, но и стоит изысканное меню недешево. Причем цены на пропитание мохнатых увеличиваются регулярно, и качественный корм для питомца уже кусает карман. Мнения заводчиков и ветеринаров разделились. Кто-то за сухое пропитание, кто-то за натуральную еду. При этом попытки сэкономить могут стоить жизни собаке или кошке. Екатерина Шепилова изучила меню животных. Сегодня у ретривера Доры и шпица Арни завтрак в итальянском стиле. В миске ризотто, правда, не в традиционном виде. Рис и мясо ягненка переработаны и на стол собак подаются в виде гранул. Юлия Острельская рацион питомцам подбирает тщательно. Ведь Дора и Арни выполняют важную работу. Они канистеропевты. Добротой лечат детей. А значит, сами должны быть прежде всего здоровые. Очень важно, чтобы корм соответствовал тому составу, который у него написан. Чтобы если там написано мясо, чтобы там действительно было мясо, а там не совсем уж костная мука. Что если в корме написано, что там нет кукурузы, чтобы там действительно не было кукурузы. Чтобы были соблюдены правильные пропорции мяса и знака. Если это все нарушается, ну, корм бесполезен. И опасен. Бюджетный сухой паек для собак и кошек это часто сплошные химикаты. За минимальную сумму четвероногим к ужину подадут красители, подсластители, усилители вкуса. В итоге у мохнатых развиваются серьезные недуги. Самый страшный, когда отказывают почки. Животное умирает в мучениях. Еще один недостаток лакомств эконом-класса – высокое содержание злаков. От пустых углеводов питомец всего за несколько месяцев получит диагноз ожирения. Но и корм под брендовой маркой, говорят ветеринары, не всегда гарант качества. Некоторые специалисты уверены, кормить собак и кошек нужно натуральной пищей с человеческого стола. Вы сохраните здоровье и продлите жизнь питомцу, если будете кормить его натуральными продуктами. Даже если они потребуют от вас каких-то усилий по приготовлению. Кормить их надо мясом. А все остальное вторично. Можно чередовать вареную и сырую рыбу. Значит, она должна быть определенной жирности. Суточная норма сухого корма для взрослой крупной собаки – 400 граммов. Если образ жизни активный, порцию придется увеличить. В среднем за месяц питомец съест 12 килограммов. Качественный супер-премиум обойдется в 5,5 тысяч рублей. При натуральном кормлении понадобится примерно 20 килограммов мяса, 4,5 килограмма крупы, а также 9 килограммов овощей и столько же кисломолочных продуктов. Обязательно в рацион нужно включить яйца и витамины. Цена такой продуктовой корзины при экономной закупке – 5300 рублей. То есть стоимость примерно одинакова. Однако на приготовление похлебки или каши уйдет не меньше часа. Выход из ситуации нашли в одном из омских приютов. Каждый день здесь кормить приходится 400 дворняк. Это быстрая каша. Ее в чем-то заливают, размачивают и скармливают. Допустим, это с бульоном, с кефиром. Это определенная технология тепловой обработки. Когда, как бы сказать, зерно по типу попкорна делается. В общем-то, по идее, питательные вещества должны сохраняться там из-за очень быстрой обработки. Каша в два раза дешевле корма, проста в приготовлении. Пять минут и собачья овсянка готова. Сейчас омский опыт берут на вооружение в других регионах страны и даже в Белоруссии. Однако одной кашей сыт не будешь и дефицит российских кормов не восполнишь, говорят специалисты. Американские ученые из Флориды, к примеру, создали интерактивную карту. На ней адреса домов, в которых живут питомцы. Производителям легче строить логистику и вычислять, в каких районах питание требуется больше, а где котов и собак и так неплохо кормят. В России планируют повторить эксперимент и вести обязательную регистрацию хвостатых. Проект уже обсуждают в Госдуме. Екатерина Шипилова, Екатерина Баучевская, Денис Лопарев, 12 канал. Изменить отношение общества к особенным детям. Омск присоединился к всероссийской акции «Равенство возможностей». Она призывает поддержать людей с особенностями здоровья и провести один день с теми, кто находится в сложной жизненной ситуации. Волонтеры благотворительного фонда «Радуга» навестили трехлетнего Демиду, малыша сложные генетические заболевания. Он не ходит, не говорит, даже найти удобное лежачее положение. Для ребенка большая проблема. В чем причина, врачи пытаются выяснить, но пока безуспешно. И сейчас добровольцы «Радуги» помогают Демиду и его маме найти за рубежом клинику, которая сможет помочь. У нас нет причины, почему это с ним происходит. Потому что все анализы, все снимки, все у нас чистое, везде все хорошо. Поэтому врачи просто разводят руками и не могут нам дать каких-то рекомендаций, как можно улучшить его состояние. Сейчас мы ждем ответы из Дюссельдорфа. Будем надеяться, что, может, там нам помогут. Ну а пока Демиду ищет врачей, «Радуга» при поддержке неравнодушных омещей собрала для подопечного 375 тысяч рублей. На эти деньги купят специальную коляску с прогулочной и комнатной рамой. Она поможет малышу чувствовать себя комфортнее и дома, и на улице во время прогулок. Далее прогноз погоды. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». И о погоде. Спонсор прогноза ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Сегодня, 25 сентября, в регионе Омске облачно дожди, температура воздуха в районах до плюс 8 градусов. В Омске днем потеплеет до 9 градусов. Ветер юго-западный 7 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр артутного столба. В сентябре купи теплицу на дачные просторы и сажай раньше соседа огурцы и помидоры. Выставка продажа теплиц в Омске. Крепкие выстоят в любую зиму. Гарантируют. Доставка бесплатна. Монтаж быстро. При покупке теплицы, барник в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. Подседействуйте до 30 сентября. Далее на 12 канале местные жители с Ольгой Чернышовой. До встречи в 14 часов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...